Перед началом работы изготовим шаблоны. Для этого возьмем прозрачный пергамент или кальку и приложим к распечатанной на бумаге схеме, либо просто к экрану монитора. Возьмем мягкий карандаш, мягкость примерно 5-7b и и переводим рисунок, точнее внешние его границы. Теперь я беру шаблон, переворачиваю его карандашным отпечатком вниз к прянику, распределяю его ровно по центру и повторно прохожу с обратной стороны карандашом. Провожу прямо по линиям, с тем, чтобы на прянике у меня отпечатался карандаш, который находится на шаблоне внизу. Снимаем шаблон и видим, что отпечаток перевелся на пряник. Если что-то не видно, помогите себе карандашом, наметьте рисунок, чтобы легко было заливать. Можно приступать к заливкам. После того, как я перевела рисунок, я беру схему, она должна быть перед глазами, чтобы я видела последовательность заливок. Работать буду глазурью бежевого цвета. Заливка достаточно густой консистенции, которая сливается на счет 10-12, то есть густенькая. И вот так вот с провисанием делаю обводку. Но мы не будем дожидаться, когда эта обводка высохнет, а сразу вот так движениями из стороны в сторону начинаем ее освежать. То есть снова по кругу проходимся глазурью. насадка не сверху льет кончик, и не шкрябаю по прянику. А нахожусь как бы внутри вот этой заливочной поверхности, делаю это быстро достаточно. Прекращаю давить, убираю. И если у меня появились какие-то пузыри, такое может быть, я стараюсь их быстренько проколоть сшилом. Срезаю кончик мешочка. Вся глазурь у меня для заливок без обводки. Плотная, густая заливочная глазурь. Отсаживаю дамбу. Быстренько прохожусь опять по краю. Движения из стороны в сторону, они позволяют глазури расплываться хорошо. Вот эта вибрация происходит, да? Отсаживаю. Шапочку можно сделать более объемную. Двигаем, 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 вибрируем. Прекратили давить, убрали. И сшилом корректируем дефекты. Это могут быть какие-нибудь ворсинки попасть или пузырьки. У нас на это есть буквально пару секунд, не более. Потому что глазурь быстро начнет схватываться. И если мы будем продолжать это делать, то у нас будут дефекты на нашей шапке. Заливаем пальтишко. Делаем это не очень толстым слоем. Если вам пакетиком сложно повторить рисунок, у вас есть буквально несколько секунд, чтобы скорректировать форму при помощи шила. То есть, помимо того, что мы им можем пузыри выгонять, мы можем вот такими подкручивающими движениями еще и корректировать форму. Не увлекайтесь этим делом, но если это необходимо, то это можно делать. would you like помочь. Вот так. также обратите внимание что вам обязательно нужно закрыть вот этот карандашный графитовый отпечаток то есть его не должно быть видно под глазурью поэтому иногда шилом необходимо скорректировать форму еще для этого если вдруг вы залили лишнее то можете взять влажную кисточку синтетическую номер один и вот таким вот образом убрать глазурь с пряника постоянно почищаем кисточку увлажное полотенце после каждого движения и пока есть возможность быстренько корректируем форму шила готово теперь нам нужно дождаться пока циферки 1 покроется тоненькой такой пленочкой только тогда мы сможем залить циферки 2 а пока можно заняться олененком также переводим рисунок то есть я изготовила шаблон переворачиваю его распределяю по прянику по центру и с обратной стороны прорисовываю карандашом носик и глазки можно не перерисовывать их все равно зальем грудку тоже можно не переводить она будет заливаться сверху готова переходим к заливкам я беру заливочную глазурь нежно-коричневого цвета связаю очень тоненько кончик миллиметра 3 проверяю как я срезала как выливается глазурь очень хорошо то что мне нужно и перехожу на пряник первое что я отсажу это олень рога стараюсь закрывать карандашный отпечаток его не должно быть видно ни в коем случае рожки обратите внимание какие милые они кругленькие вот здесь с краю и тут должен быть максимальный объем глазури а здесь голове объем айсинга должен уменьшаться то есть больше всего отсаживаем вот сюда прям такую хорошую хорошую объемную каплю глазурь густая благодаря чему не нужны дамбы она и так прекрасно ложится и держит форму очень люблю работать в этой технике глазурь быстро сохнет не нужно тратить время на обводки и прянички получаются очень эффектными особенно вот такие вот мультяшки теперь по циферкой 1 у нас идут внутренние вот эти ушки я беру бежевый цвет и отсаживаю их объем не очень большой то есть достаточно тоненько отсадила если нужно корректирую форму при помощи шила вот эти две заливочки не должны естественно соединяться то есть между ними расстояние в этом и секрет техники вот этих поэтапных заливок то есть вы во первых используете очень густую глазурь заливочную которая не растекается а сама держит форму и во вторых вы это делаете с промежутками то есть у вас идет заполнение тех элементов которые не совпадают друг другом не соединяются и не сливаются отсаживаю хвостик такой кокетливый симпатичный хвостик достаточно объемно можно это сделать закрываем карандаш если нужно быстро корректируем форму шила эти излишки можно убрать чтобы они нам не мешали тут не бойтесь испачкать это все зальется и ждем когда единички наши схватятся то есть покроются такой тонкой пленочкой мы ее увидим глазурь станет вот в этих частях сбоку матовой пока еще глянцевые и сможем отсадить циферки 2 а пока займемся елочкой у елочки у нас будет коричневый пенечек вот в этой части ствол также без обводок мы обводим пряник и затем заполняем середину такого объема достаточно много не лейте иначе он начнет стекать пенечек этот даже несмотря на то что глазурь достаточно плотная давайте посмотрим что там с нашей девочкой и можно ли заливать следующие циферки пока занималась оленьем и елочкой вот у меня уже у сеньгурочки покрылась такой тоненькой пленочкой бока и я могу отсаживать циферки 2 по цифрами 2 у меня идут волосики вот в этой части все посмотрите каких нежных оттенков это очень важно яркие цвета окрасят рот того кто ест этот пяник поэтому я предпочитаю не использовать а если у меня заказывают такие пряники то я предупреждаю что может быть яркий рот и если человек это устраивает соответственно я принимаю заказ а так стараюсь всегда использовать вот такие нежные пастельные тона добавлю объема маловато было мне хочется побольше отсадила волосы с одной стороны делаю это с другой обязательно закрываю линию карандашный отпечаток обязательно то есть не должно быть видно ни при каких обстоятельствах обратите внимание я переложила пряник на салфетку для того чтобы мне удобнее было крутить пряник без риска его повредить куда-то вляпаться рукой салфетка это как поворотный стол для тортика добавляю объем все корректировки все надо делать очень быстро убираю пузыри если они есть хвостики не могу отсаживать иначе они сольются и дальше я могу отсадить варежки и сапожки варежки должны быть вот тут на краях объемные ставим большую каплю рядом маленькую затем берем шило и уже к центру вытягиваем рисунок при помощи шива варежки обратите внимание у снегурочки большие пальчики идут вверх она хочет нас обнять то есть раскрыла руки в таком приветствии всего варежки готовы теперь займемся сапожками их будет совсем чуть-чуть отсаживаем маленькую капельку вторую капельку добавлю и закрываем карандашный отпечаток корректируем форму готовы переходим к олененку его тоже переложу на салфетку так у олененка у нас идут циферки 2 это внешняя часть ушка давайте начнем с тела до чтобы она быстрее подсыхала у нас то есть большие части большие такие области они достаточно долго высыхают отсаживаем я быстренько вернусь вот сюда а тут все подсохнет и будет некрасивая линия мне надо освежить контур то есть не увлекайтесь другими элементами пока эти у вас только-только вот отсадили надо сразу их заливать работать над ними тут отсажу и только потом перехожу к первой ножке сильно большой объем делать не буду мне достаточно корректирую форму при помощи шива если это необходимо закрывая карандашный отпечаток все готово и давайте зовем внешнюю часть ушка не лейте сверху старайтесь рисовать вот сейчас по прянику потому что если нальете глазурь сверху могут быть такие как провалы вы запечатываете воздух и потом когда глазури высохнет этот воздух может просто обвалиться то есть корочка сверху обвалится будет дырка такой может быть вполне то есть вот в этом месте надо очень хорошо туда вживить глазурь залить тут форма хорошая все готово уберу вот отсюда объем все циферок два больше нет оставляем оленя подсыхать и займемся елочкой для елочки я смешала желтый зеленый получила очень нежный салатовый оттенок обвожу укладываю линию с провисанием делаю это сразу же отсажу вторую чтобы первая тоненькая линия не пересохла можно просто сделать пошире насадочку обрезать вот линия должна быть ровная вот криво пошло я расширю ее дублирую чтобы не пересыхала вернусь вот к этой движениями стороны стороны уже начну заливать здесь тоже самое то есть очень сухо еще сейчас отопление включили до зима почти поэтому надо работать быстренько заливаем жиже мы не можем делать глазурь потому что если будет жидкая то у нас соответственно потечет пряник или придется делать обводку тут мы работаем без обводки так линия и заполняем конечно при этом способе декора получаются более толстые слои если вы мало сейчас нальете глазури вот если вы заливаете пряник да он у вас волнами идет это скорее всего тонкий слой он просто не нечему расплываться в таком случае надо просто добавлять глазурь причем не сверху а туда вживлять внутрь убираем пузыри делаем это быстро корректируем форму если нужно мне все нравится все хорошо отправляем елочку сушиться еще сверху будет много декора поэтому если где-то пару пузырей останется не страшно 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 когда несколько пузырей на лбу у снегурочки вот это конечно дефект огромный но у нас к счастью как вы видите ничего такого нет и настало время отсадить циферку 3 это хвостики вот в этой части закрываем карандашный отпечаток хвостик делаем это довольно быстро тут сильно большой объем не делаем он нам не нужен и второй хвостик какие классные цвета такая уже белая снегурочка получается и еще под циферкой 3 мы можем отсадить вот этот вот помпон сверху он может быть достаточно круглый объемный только не переборщите чтобы он не стек с пряника да то есть делайте это все аккуратно помпончик готов все теперь нам осталось дождаться полного высыхания всей глазури после чего мы отсадим белым цветом опушку и посыпем ее сахарком и только после этого после того как все высохнет мы можем заняться финишным декором снегурочка у нас залита елочка залита полностью залитые пряники сильно не двигаем то есть аккуратно отодвинули или на противне переложили на шпильку там на стеллаж у вас в работе используется и пусть они лежат спокойно потому что если сейчас их сильно может быть как-то вот телепать то здесь могут пойти трещины внутри лужа она мокрая сверху корка корка от движения может треснуть старайтесь так не делать отсадим коричневым цветом блок у нашего олененка вот тут обводим сначала тут выходим в тоненькую линию обводим идем в тоненькую линию освежаем здесь чтобы не пересохла можно сделать достаточно большой объем делайте это смело голова пусть будет такая подадим ее на зрителя да хорошо вот тут я хочу скорректировать форму возьму влажную кисточку увлажняю ее полотенце и и сниму вот это вот излишнюю глазурь вот смотрите сверху пузыри никогда кисточками прокалывайте иначе у вас будет большой дефект на пряники достаточно серьезный если хотите проколоть пузыри то делаете это исключительно шило тут хочется объема добавить должно быть широко все готово ждем тоненькой корочки вот тут и зальем уже полностью голову верхняя часть головы у нас подсохла покрылась тонкой корочкой и я начинаю отсаживать айсинг для нижней части головы начинаю вот отсюда с глазок сразу же заливаю то есть не обвожу всю голову а двигаюсь отсюда с правой стороны в левую кручу пряник так как мне удобно теперь отсажу этот глазик вот здесь щечку и прокалываю пузыри делаю это быстро если вы хотите чтобы здесь был на щечках дополнительный объем самое время это сделать я ввожу мешочек с глазурью центр щеки и за счет того что тут у меня уже образовалась тоненькая пленочка она будет удерживать глазурь от растекания то щеки мои не истекут но будьте осторожны если вы глазурь замесили довольно жидкую и налили вот таким образом большой объем может щека просто потечь за границы вашего пряника что конечно же не очень красиво ждем пока вот эта часть головы покроется тонкой корочкой и здесь вот сделаем пятнышки накрутки и на спинке голова покрылась тонкой корочкой самое время сделать пятнышки на спинке у оленя отсаживаем бежевую глазурь на глаз но сверяемся с рисунком да пусть он будет у вас перед глазами большое пятнышко рядом с хвостиком ближе к центру туловища маленькая овальная пятнышко и кругленькое пятнышко вот здесь ближе к ножке затем у него довольно интересная характерная для оленей грудка достаточно большая обведем киев здесь объем не нужен большой это просто рисунок корректируем форму при помощи шила делаем это аккуратно потому что нижняя заливка еще достаточно мягкая мы можем ее просто испортить можно добавить еще глазури немного полупрозрачно получается добавлю еще глазури теперь мы должны дождаться полного высыхания нашего оленя чтобы завершить работу над ним после того как снегурочка у меня полностью высохла я отсаживаю последние заливки белого цвета это опушка на шапке и на пальто она должна быть достаточно объемной такой пышненькой для шапки готова теперь опушка на шее по центру и снизу теперь нужно подождать буквально пять минут до того момента когда заливка будет не такая жидкая чтобы сахарок который мы будем посыпать сверху не утонул в жидкой глазури остался наверху но прилип то есть ждем не до полного высыхания не до корочки а просто чтобы немножечко схватилась пленочка сверху это где-то пять семь минут прошло примерно пять минут глазурь покрылась тонкой пленочкой но не корочкой то есть она еще не матовая она глянцевая и я посыпаю мелким мелким сахаром прямо вот эти вот белые части не бойтесь если сахар попадет на лицо на шапку потому что они уже сухие и сахар не должен к ним прилипнуть сыпем на опушку все сахар очкам посыпали обильно хорошо красиво будет и оставляем до полного высыхания прямо в таком виде на это потребуется примерно пять часов в таком виде а и и и и Продолжение следует...